Дворы не благоустраивают, канализацию не ремонтируют годами, дома разваливаются. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Накипело. Жители многоквартирного дома провели уикенд у себя во дворе. Нет, не жаря шашлыки, а латая ямы. Вот эти все ямы были по щиколотку. Мы сколько лет боролись и ничего. Но наши мужики собрались и все сделали сами. Вместо воды – продукты жизнедеятельности. Жители двухэтажки неделями живут без воды. Канализацию начинает топить, нам отключают воду. Все, у нас воды, значит, нет. Потому что топит, дерьмо лезет в квартирах, отсюда лезет везде дерьмо. Во тьме ночной жители спального района города после захода солнца превращаются в кротов. Во дворе многоэтажки нет света. Только с фонариками и ходим. Ключи найти невозможно. Либо заранее готовить, либо только с фонарем. По-другому никак. Дом на Шукшина-2 уже шесть лет украшают не клумбы и цветы, а глубокие дорожные ямы. Автомобилисты разбивают здесь подвеску. Таксисты элементарно отказываются сюда заезжать. Терпение у жильцов пришел конец. И они заделали ямы сами. Про жильцов этого дома можно смело говорить. Накипело. В социальных сетях их уже окрестили не иначе, как герои. В минувшие выходные вместо дачного отдыха мужчины взяли в руки лопаты, закупили щебень и пошли латать ямы у себя во дворе. Вот эти все ямы были по щиколотку. Мы сколько лет воролись и ничего. Но наши мужики собрались и все сделали сами. Ужасная дорога. Спасибо ребятам, что это инициаторы. Сами сложились с деньгами. Автомобилисты. Как вы здесь ходили? Ну как ходили? Старались около дома идти, потому что если дождь прошел, то здесь ходить невозможно. Здесь лужа, там грязь и получается, что ходить никак. Поэтому мы только поддерживали. Я, например, лично помогала, машины не пускала. В управляющей компании, обслуживающий дом, нам пояснили, что на ремонт дорожных ям жильцы не скидывались. Деньги на ремонт заложены в графу общедомовые нужды. А вот там, что в выходные такая информация прошла, что эти сами собственники сделали. Нет, там подрядная организация. Они просто привели свою подрядную организацию. Вот и все. Мы локальную смету согласовали. Сейчас они подпишут собственниками, что они работы выполнили. И мы эту сумму оплатим. А по поводу более своевременного ремонта ям нам пояснили, что были первоочередные нужды дома. Ямочный ремонт выбрали жильцы лишь в этом году. Кстати, многоквартирный дом на Шукшина, который худо-бедно, но подлатали, окружен многоэтажками, где ямы представлены во всей красе. Чтобы ремонтные бригады дошли до этих дворов, нужно проявить инициативу, советуют юристы. Можно пожаловаться в органы жилищного надзора. И, соответственно, они, скорее всего, обратят на это внимание, внесут предписание, представление, которое будет обязательно для управляющей компании. Кстати, в следующем году двор на Шукшина-2 отремонтируют по программе «Комфортная городская среда». Но жители вновь не готовы ждать и уже на этой неделе планируют собственными силами залатать разбитую парковку в своем дворе. Барнаульцы вынуждены запасаться водой 20-литровыми тарами. Воду у них периодически отключают. Причина – ветхая канализация. Ее постоянно топит. Канализацию начинает топить, нам отключают воду. Все, у нас воды, значит, нет. Потому что топит. Дерьмо лезет в квартирах. Отсюда лезет везде дерьмо. Вот котельную топить начинают. Все, нам все перекрывают и все. Такую аппетитную картину жители двухэтажек по второй строительной наблюдают из года в год. Отходы жизнедеятельности заплывают к ним в квартиры уже 18 лет. Ровно столько же не могут привести в порядок источник бед – ветхую канализацию. Только в июле она засорялась дважды. Затопила котельную, кочегары перекрыли воду. В начале июня у нас не было воды 5 дней. Как вы без воды жили, скажите? А как? Кто? Друг друга берем, в колонку отходим. А сейчас и на Паутейской колонку закрыли. А сейчас там закрыли везде колонки. То, что вот так вот, где у кого выпросишь, так и перебиваемся. Жители уже неоднократно выходили на районную администрацию. Власти связывались с водоканалом. Те, в свою очередь, чистили трубу. В последний раз водоканал сказал, что вам нужно от этой и вот до того колодца поменять. Потому что там куски уже отваливаются. Отвалится кусок, а она переграждается где-то. Вся вода где-то стоит тут в колодцах. Все. Надо поменять. Мы не против и в долю зайти. Так никто ничего не делает. Следит за трубой, которая на сегодняшний день бесхозная и управляющая компанией «Наследие». Но специалисты УК не ремонтируют, только периодически чистят. Директор управляющей компании «Наследие» нам пояснил, что на то, чтобы прочистить ветхую трубу, требуются десятки тысяч рублей. Для УК, который обслуживает двухэтажки, это крайне накладно. Но прочистка засоров – это полумеры. Труба давно нуждается в капремонте. Но для этого ее нужно передать в собственность водоканала, считают в обслуживающей организации. А на баланс водоканала, насколько реально ее отдать? Ну, это как бы должна администрация этим заниматься. Кстати, стоимость ремонта – полтора миллиона рублей. Жители небольших домов такую сумму не потянут. При всем желании скинуться не смогут. Сегодня они ждут решения властей и надеются когда-нибудь пожить в нормальных человеческих условиях. Нас постоянно топит дерьмом. Мы таскаем просто в полном смысле слова. Сегодня бабаши нет дома, она уехала на дачу. Для Дюры – на рыбалку, с ночевкой. Поэтому со светом в этом доме не все хорошо. А ведь именно светом из окон рекомендуют пользоваться жильцам сотрудники управляющей компании, чтобы не сломать ноги. Уличных подарей здесь просто нет. Вот, подхожу к подъезду. Тут всякие препятствия встречаются на пути. Это не экстренное отключение света. В таких условиях жильцы дома на Власихинской живут круглый год. Только с фонариками и ходим. Ключи найти невозможно. Либо заранее готовить, либо только с фонарем по-другому никак. А вот так двор выглядит днем. Большие масштабы, хоккейная коробка осущается только в то время, когда идут тренировки, а детская площадка осущается только два месяца в году. Декабрь и январь. В остальное время люди в потемках с фонариками, с телефонами добираются до своих подъездов. Некоторые пенсионеры даже на голову себе размещают вот эти фонарики для того, чтобы подсвечивать путь. Потому что, ну, все равно препятствий на пути много достаточно. То есть это и не совсем ровная брусчатка местами, это какие-то колодцы, какие-то там, я не знаю, неровности, крылечки. Ну, то есть травму получить в принципе в темноте, это очень легко. Мария Кутовенко – одна из тех, кто объявил войну тьме. Она организатор инициативной группы, которая пытается понять, как во дворе довольно свежего дома нет освещения. Да, у подъездов установлены датчики, реагирующие на движение, но они давно в неисправном состоянии, говорит Мария. А вот столбов для фонарей за почти 10 лет так и не появилось. Жители ни разу вращались в управляющую компанию, но контакта не состоялось. Проектом предусмотрено освещение придомовой территории только от стационарных светильников, установленных у входных групп подъездов. Также освещение придомовой территории осуществляется с использованием падающего света из окон жилых помещений. Правда, света из окон жилых домов катастрофически не хватает. Мария проверяла. Либо жильцы домов просто неактивно включают лампы в квартирах. Общаться с нами представители управляющей компании не стали. Мы направили им запрос. По мнению коммунального юриста, у людей два варианта. Здесь можно и обратиться в суд о понуждении управляющей компании, но если управляющая компания на контакт не идет и не подчиняется решению общего собрания, может быть, есть смысл тогда подумать о смене управляющей организации, которая с большим рвением и желанием к нуждам жителей отнесется и подумает, за счет чего можно профинансировать такого рода мероприятия. Для этого жильцам нужно принять коллективное решение. Тем более в доме есть и другие проблемы, которые нужно решать с управляющей компанией. Например, о арендах хоккейной коробки. У местных ребятишек попросту нет времени на нее попасть, потому что она всегда занята. Или косметический ремонт дома. Настрой у людей серьезный. Если не будет ответа от управляющей, то они обратятся в суд. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok